привет ребят сегодня буду в таких условиях вести эфир не знаю как тут особо не видно ну как то так вот будем напишите пожалуйста как меня слышно хорошо ли меня слышно нужно ли мне одеть наушники чтобы было получше слышимость и нают добрый вечер напишите пожалуйста ребят как слышимость и у меня ютуба сегодня не будет если кто-то сможет с ютуба писать сюда слышно все отлично вопросы то я бы конечно здесь бы тоже поотвечала на вопросы ребят еще раз хочу сказать что я не знаю не вижу включился у меня вообще эфир или нет мой привет так вот вроде все вроде у меня даже на ю тубе все включился мне youtube поймал второй телефон интернет вот ребят еще раз хочу вам напомнить что 28 29 будет встреча в москве я сейчас как раз туда еду завтра я уже буду завтра я уже к вечеру буду в москве присоединяйтесь там будет спрашивали меня как будет там два дня вот одно и одна и та же информация нет ребят будет разная информация в первый день я расскажу про про автономию про наше физическое белковое тело а второй день мы поговорим про вечность что такое вечность что такое время как его запустить как с этим работать вообще нужна ли нам эта вечность или ну ее нафиг вот обо всем об этом мы с вами поговорим в москве потом я поеду на слет слет автономов в подмосковье с 30 на 31 там буду вот тоже присоединяйтесь и мы уже назначили дату 12 13 ноября 12 13 октября будет в питере встреча точно так же два дня если кого-то интересует пишите в личку я дам контакты кристины она тоже будет организовывать там встречу вот и слышно все здорово владислав спасибо и будет классно чем больше будут народу тем меньше у нас будет сумма там будет сумма буквально там чтобы на другу хватило и там оплатить зал оплатить организационные вот эти вот все расходы рекламу то есть это не как ретрит он будет как бы совсем минимальная цена только чтобы вот эти вот расходы все покрыть вот поэтому присоединяйтесь ребят в питер в москву жду вас до звук не пишут хороший все классно какие сейчас планы планы в москву еду вот были во владивостоке в саратове не во владивостоке в как он да энгельс а какой горит самар волгоград волгоград волгограде вот и сейчас вот из энгельса едем так сегодня тему я хотела такую поднять дело в теле почему именно эту тему ребят я уже наверное не раз говорила вот у нас почему-то очень любят разъединять тело то есть я не тело тела не я я я выше тела я за телом я под телом я на теле все что угодно могут говорить но чем больше вы идете в разъединение с телом тем дольше вы уходите от самого себя я объясню почему почему я так думаю объясню почему у меня такие видения такие такие предположения смотрите единственное что у нас не врет никогда ни при каких условиях это наше физическое белковое тело если мы если она болеет то она болеет если мы что-то делаем не то то она сразу же выдает сигнал всегда выдает сигнал на тело единственное что не умеет врать это только наше физическое тело наш мозг наши там какие-то соображения воображение еще что-то они могут нас уводить в сторону но никогда не уведет на сторону наше белковое тело и вот в этой плотности в этой реальности в этом мире назвать это как хотите у нас есть самый большой дар который нам дали вот этот вот наш самый большой дар это наше физическое тело которое мы постоянно загрязняем по которым постоянно с ним делаем все что угодно но только не для поддержания того что есть в этом физическом теле мы все время идем в ложь перед самим собой мы все время себе идем в предательство себя что такое в предательство себя это когда мы говорим вот я вот такой хороший вот я вот весь такой благостный вот я вот весь вот такой вот но за своим физическим телом мы не следим мы начинаем отделяться от этого физического тела мы начинаем делать вообще все что угодно чтобы было разъединение с телом что вот я вот весь такой божественный вот я душа вот там я душа я дух я еще что-то а физическое тело где-то оставляем на заднем плане никогда вы не придете к самому себе пока вы идете в разрез со своим физическим телом пока вы начинаете пока вы себя будете обманывать говоря о том что вот я вот весь такой благостный да и не ухаживать за собой ведь неважно как мы ухаживаем внутри тела мы чистим себя либо снаружи это же тоже очень важно посмотрите на некоторых людей которые себя снаружи запустили говоря что я весь такой благостный и мне не нужно чтобы я выглядел как-то вот так так или вот так а тебе зачем дана вот эта внешность тебе зачем дано вот это тело если тебе если ты такой весь благостный да тебе уже нужно тогда идти на следующий уровень себя тебе уже тогда можно вообще не думать что ты ешь что ты не ешь когда ты умрешь когда ты не умрешь и у нас сегодня было как раз с ребятами на марафоне у нас сегодня пятый день марафона мы там разговаривали про рот но я сейчас туда углубляться не буду вот тему я вам просто скажу о том что наверное напомню вам потому что все вы об этом знаете все вы это слышали и уже не один раз и все вы это прекрасно осознаете но иногда хочется чтобы кто-то видимо еще раз про это проговорил вот смотрите люди которые были клинической смерти либо люди которые были на грани жизни и смерти почему вот они очень часто просветляются пробуждаются и по-другому воспринимают этот мир потому что они познали вот эту вот тотал но и чистую любовь потому что они понимают что они вот это вот душа которая в нас есть как бы вы не говорили что души нет я не все таки так не ощущаю это вот душа которая у нас есть она тотальная на чистая она любовь она есть любовь У нас есть сознание, это те знания, которые вселенские знания, они тоже есть в нас. И вот это вот всё объединяет это белковое тело на этой земле. И когда ты познаёшь вот эту вот тотальную любовь, и когда ты по каким-то причинам возвращаешься сюда, в это белковое тело, ты понимаешь, что вот в этой плотности, в этом мире у тебя есть самый большой дар, который тебе дали, вот это белковое тело. А для чего тебе дали это белковое тело? Чтобы ты через это белковое тело мог донести вот эту чистоту, эту любовь, эту искренность. И когда мы этого не делаем, это всё враньё. Наша жизнь превращается в полное предательство себя. Потому что мы не можем транслировать любовь, не познав любовь к своему телу. Мы не можем транслировать благость, не познав благость к своему телу. Мы не можем транслировать знания, не получив знания через наше физическое тело. Это же наш ретранслятор нас самих. И если мы себя запускаем, то мы ничего не можем сделать. Это всё ложь перед самим собой. И именно познав, что в этом мире, в этой плотности самый великий дар, самый большой дар — это наше физическое тело, мы после этого не можем к нему относиться по-другому. Как мы можем этот дар забросить, как мы можем этот дар не ухаживать, как мы можем этот дар не делать красивым, как мы можем через этот дар не нести себя, не нести эту любовь, не нести эту чистоту. Ведь мы никогда не остановим никакие войны, мы никогда не остановим никакие разногласия, мы никогда не остановим ничего без дарения себя. Вот смотрите, когда вы что-то приходите и дарите, мы же всегда дарим что-то, неважно, какую-то вещь, какой-то подарок кому-то, мы же всегда этот подарок дарим по-честному, не для того человека, а для себя. И чем круче, да, так скажем, у нас подарок, чем круче... Чем круче у нас подарок для кого-то, тем клевее мы же себя ощущаем. Мы тогда начинаем, видя эти эмоции другого человека, мы испытываем вдвойне больше, вдвойне больше вот этих эмоций у самого себя. И когда мы начинаем испытывать эти эмоции у самого себя, мы с огромным удовольствием же это делаем. И то же самое, когда мы говорим про дарение себя. Когда мы начинаем себя дарить, свою любовь дарить через себя, через это белковое тело, нам хорошо от того, что мы дарим себя. И смотрите, когда мы что-то дарим, мы можем потом подойти через какое-то время и сказать человеку, «Э, отдай мне то, что я тебе подарил». Мы же этого никогда не сделаем, потому что, ну как бы, зачем нам это? Мы же с удовольствием дарим. И если мы себя начнем дарить через любовь, то как вы думаете, мы у кого-то сможем что-то забрать? «Э, это мой кусок земли, это моя одежда, это мой человек, это что-то». Я есть во всем, я есть в этой земле, я есть в каждом человеке из вас, я есть вообще в каждой частичке чего-то. И когда я себя раздариваю, я есть везде, я есть вот этот подарок, я его обратно забрать не хочу. И только познав это, у нас не будет никаких разногласий ни с чем. У нас не будет разделения по каким-то национальностям, у нас не будет разделения по региональностям. У нас не будет никаких разделений, если мы научим себя дарить вот эту любовь, у нас её очень много. У нас же она переполняет. Почему мы начинаем быть такими злыми, почему мы начинаем быть такими тухлыми? потому что это всё в нас тухнет, когда мы не раздаём это, у нас это как в болоте начинает закисать, затухать. И только когда мы начинаем делиться, почему вот эти вот начинающие практики, практика благодарности, практика любви, практика благодарения, прощения, ещё что-то, это же великолепные практики для начинающих. Когда мы это начинаем, мы начинаем себя через это познавать, начинаем себя через это открывать. А потом, когда в себе открываем вот эту истинную, тотальную любовь, тогда нам хочется ей поделиться, потому что она же начинает переполнять. А когда мы ей начинаем делиться, то тогда мы хотим её отдать, чем больше отдать, чем больше мы отдаём, тем больше мы получаем удовольствия. И если так будет делать, ну пусть не каждый, да, пусть там процентов 30 населения, всё, у нас высветится вообще весь наш мир. Но это мы можем сделать в этой плотности только через это физическое тело. Как мы можем отделить, что я не тебя? Да, я и не рука, я не нога, но рука это моё, и нога это моё. Вы же не идёте в душ и говорите, вот эта вот рука у меня сегодня провинилась, вот я весь помоюсь, а ты будешь за душевой кабиной там стоять, немытая. Мы же этого никогда не сделаем, то есть нам даже в голову этого не придёт, что за бред такой? Да как мы можем отделить себя? То есть у нас есть душа, дух и тело. И вообще у нас есть, я бы сказала даже так, у нас есть душа, наша душа, вот эта вот искренность. У нас есть сознание, это наше вот это вот сознание, это наше знание, знание всего нашего рода. Знания всей нашей цивилизации, это тоже наши знания, но они могут транслироваться в этой плотности только через наше физическое тело. По-другому мы их никак не передадим здесь. И если мы здесь живём, если мы живём в этой плотности, если мы живём в этом мире, то нам нужно очень благостно относиться в первую очередь к нашему физическому телу, к нашему ретранслятору самого себя. Мы никогда не услышим свою душу, если мы будем ходить в грязном теле. Неважно, грязное оно будет снаружи или внутри. Грязное — это не только еда, грязное — это и помыслы. Потому что, смотрите, у нас же... С чего идёт непринятие себя? Непринятие того, что вот я вот это вот вроде бы... Вроде бы я себя полюбил, вроде бы вот всё. Но, например, там... Убийц мы осуждаем, педофилов мы осуждаем, проституток мы осуждаем. А мы их осуждаем-то... Почему? Потому что они сделали плохие поступки. Плохие поступки в нашем понимании, в нашем восприятии. Но посмотрите, сколько в нашем роду, сколько за нами стоит людей, сколько за нами стоит поколений, тысячелетий. И вы думаете, в этих поколениях, в этих тысячелетиях не было убийц, не было педофилов, не было проституток, либо ещё кого-то? Хороших, понятно, мы их просто не берём, потому что хорошо, но всегда хорошо. И вот если бы не было вот тех людей, тех негодяев, про которых мы думаем, не было бы нас, не было бы вас, не было бы меня. И пока мы не примем их без осуждения, пока мы не примем их без... без деления на плохо и хорошо, пока мы просто их не примем тотально, просто поблагодарить за то, что они есть в нашем роду. И если бы не было вот этого вот хорошо и плохо, чёрного-белого, не было бы нас. И пока мы не примем всё вот это вот в себе, мы не сможем не осуждать других. Когда мы осуждаем других, значит, мы не приняли себя. Это же тоже любовь к себе. И это формирование в том числе и нашего белкового тела. Почему вот эти вот идут осуждения? Как только у вас идёт какое-то осуждение, как только у вас идёт какое-то непринятие, неважно чего, непринятие информации, непринятие человека, непринятие каких-то моментов. Это всё идёт непринятие вас. Позвольте другому быть таким, какой он есть. Позвольте другому обижаться на вас. Это его путь. Если он на вас обижается, то значит, это сейчас ему нужно. Позвольте ему обидеться на себя. Если он что-то сделал, обвиняет вас в чём-то, позвольте ему быть в этом обвинении. Не власть в его игру, но позвольте ему быть в его обвинении самому. Всё в позволении, в позволении другому. И как только вы вот это вот будете позволять, вы же позволяете в первую очередь это себе, вы позволяете себе быть благостным в любых ситуациях, в любых высказываниях, в любых действиях. И вам тогда уже не хочется нести какое-то разногласие. Вам не хочется нести какое-то, если кто-то что-то не поймёт, что-то недопоймёт. Вам не хочется нести, если кого-то что-то разочарует. Хотя разочаровать может любого что-то. Но вы же уже идёте из состояния себя, и чем глубже вы становитесь, тем глубже становятся ваши поступки. Поймёт это кто-то другой или не поймёт, это уже другой вопрос. Это уже восприятие того человека. Но всегда фокус внимания на себя. И как только мы понимаем, что всё идёт с нас, как только мы понимаем, что всё идёт из нас, как только мы понимаем, как мы это можем транслировать, то тогда мы начинаем задумываться, через что мы это можем транслировать в этот мир. Только через белковое тело. А как мы можем транслировать любовь и красоту? Только через любовь и красоту. И когда мы перестаём ухаживать за своим телом, неважно в какой это степени Это может быть еда, это может быть мысли, это может быть отношение к своему телу Это может быть ещё что-то То мы уже не можем излучать то, что нам дано по природе То, что нам дано Мы уже не можем излучать эту красоту, любовь и свет И как только мы начинаем разделяться со своим физическим телом Мы начинаем уходить от себя Мы не сможем, если как только мы разделимся со своим физическим телом Мы не сможем транслировать ничего в этот мир Спасибо Ребятки, если есть вопросы, задавайте Если нет вопросов, то сегодня будет Ксения Сочи Светлана, всем добра и любви Спасибо огромное Потому что, видите, я сегодня в таких спартанских условиях Но очень хотелось к вам в эфир выйти, чтобы немножечко поделиться И, конечно же, в Москве поговорим ещё и о времени В Москве, в Питере, на ретритах это я тоже рассказываю О времени, как запустить время в своём физическом теле Ведь нам физическое тело не просто так дано Мы в нём очень много чего можем сделать И оно достаточно интересное И те процессы, которые мы можем запустить в нашем физическом теле Это захватывающие процессы, действительно Когда мы понимаем, как мы можем, что есть время в нашем аватаре В нашем физическом теле, белком И что такое время за нашим физическим телом И когда мы можем его регулировать Когда мы можем его понимать Тогда мы можем материализовывать некоторые моменты Которые в этой плотности происходят И это тоже очень интересно Вот, вопросов больше нет Ребят, если вопросов нет, то я сегодня, наверное, буду отключаться И следующий, наверное, эфир я уже буду где-то не в дороге Хотя не факт, что буду не в дороге И поговорим Пишите, какие темы вас интересуют И мы обязательно об этом поговорим Вот, а завтра у нас будет в закрытом клубе Тема Не помню, как она, какую я создала Вот, у нас будет тема Смерть из любви Но в открытом эфире я бы не очень хотела об этом говорить Потому что не все поймут это Она такая достаточно Достаточно жестковатая, да, вот эта тема Вот, поэтому, если кому-то интересно Присоединяйтесь в закрытый клуб Вот, ребят, если нет вопросов То будут тогда отключаться Все, такой коротенький эфир Всех обнимаю Пишите свои отзывы Пишите комментарии Я все комментарии читаю И мне очень приятно, когда есть обратная связь от вас Всех жду в Москве уже послезавтра Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok